Во втором участии, во французской выставке, на первую мы не поехали, мы в зоне Абже, вот, мы стоим на стенде в ожидании гостей, и вдруг я вижу в одном из проходей мелькнуло что-то до боли знакомое. Я вижу наш тренч, подлетаю, начинаю с девушкой разговаривать по-русски, хотя никаких признаков того, что она русская, не было. У нее муж американец, американец, которого видно за 10 километров, что он американец. Сама она тоже пострижена, одета, макияжа практически не видно, очень маникюрчик, но вся такая ухоженная, хорошенькая, и в нашем тренче. Я говорю, где вы купили она? В Питере. Я говорю, как вам эта вещь? Она говорит, я не снимаю, я чувствую себя красавицей в ней. Настолько комфортная, классная, стильная. Я не выдержала, тут же Машу набираю. Маша, победа! Мы победили! А он был весь вылизанный, там были карманы. Если бы вы видели эти карманы, они были достаточно узкие у входа, потом открывались таким, чуть еле заметным, закругленным портфелем внизу. В ней была складочка. Все это было обработано тонким шелковым руликом. Очень красивый двойной наплывающий воротничок и неповторимая строчевая вышивка на спине. То есть это вещь, которая помещается в любую сумочку. Она была сделана из стопроцентного льна, вываренная, выстиранная, выбеленная швы. То есть вещь, которая, в принципе, я не знаю, вот ее нужно было передавать по наследству. Проходит два часа. И тут я смотрю по другому проходу. Идет девушка в нашей санате. Санат, это мой сарафан такой. Тоже наша, наша, наша. Больше нигде наглупить не могла. И на плече у нее снова этот тренд чебетик. Я бросаюсь ко второй. Девушка, ну это сразу сказала, что она русская. Она сразу признала, что она русская. И тоже говорит, я вот в таком восторге. Я хожу по Париже и чувствую себя настолько свободно. Как будто эта одежда была именно здесь, в Париже. Каким образом мы угадали, я не знаю, я не могу сказать. Но для нас этот случай, когда в один день мы увидели в Париже вещь, которая нигде ни в Париже, ни за границей вообще ни в Париже не продавалась. Только быстро, если мы увидели. Для нас, конечно, это был такой вот очень большой толчок, стимул. Вот как появились, знаете, вот у тебя тряски на под ногами. А тут раз. И вот две твердые такие вот полосочки, на которые вот только на них можешь опираться. И дальше как-то вот. Редактор субтитров А.Семкин